Апрельские бои В зоне Нагорно-Карабахского конфликта Завершившиеся оглушительным поражением Вооруженных сил Армении Стали источником ряда неприятных Для армянского общества открытий Во-первых, вчистую был развенчан миф О боеспособности агрессорской армии Затеявшей эту безответственную авантюру В ходе апрельских боестолкновений Вооруженные силы Армении Понесли крупные потери в живой силе И военной технике А также потеряли контроль над рядом стратегических позиций Во-вторых, во всей своей сомнительной красе Предстала незрелость системы Государственного управления в этой стране Власти Армении на всех уровнях Продемонстрировали абсолютную неготовность К последствиям затеянной ими же Масштабной военной провокации Положение оказалось настолько плачевным Что в Ереване решили не ограничиваться Громкими увольнениями и арестами Высшем военном руководстве И затеяли чистку во всем госаппарате И, наконец, апрельские события Знаменовались глубочайшим разочарованием армян Которые уповали на всестороннюю поддержку России Они всерьез полагали Что Москва и словом, и делом Поддержит апрельскую военную авантюру Армении Если бы было нападение на саму территорию Армении Тогда, конечно, вопросов не было бы Моментальная реакция была бы Но все же понимают, что Было совсем по-другому И это Не является Конфликтом между странами Территория Нагорного Карабаха Юридически территория Азербайджана То есть это давний конфликт Тлеющий И Россия заинтересована в том, чтобы его решить Мирным путем прежде всего В Армении не стоит рассчитывать На то, что Россия будет По указанию пальчика Или каких-то моментов Лезть Участвовать В проблемах, создаваемых самой Арменией Несбывшиеся надежды были связаны с особым Как любят подчеркивать Ереване Характером армяно-российских отношений Между тем, в апреле Россия демонстративно Дистанцировалась от Армении Давая понять, что готова задействовать Разве что дипломатический арсенал Но никак не военный Осознав, что события на фронте Развиваются вовсе не по сценарию Еревана Армянское руководство в панике Обратилось к России с просьбой Вмешаться в ситуацию Лишь при посредничестве Москвы Контрнаступательная операция Вооруженных сил Азербайджана Была приостановлена И масштабные военные действия В зоне Нагорно-Карабахского конфликта Были прекращены Казалось бы, Армении только и оставалось Что выразить России благодарность Однако, вместо этого Страну захлестнула волна Антироссийской истерии Армянские СМИ запестрели статьями Откровенно оскорбительного содержания России припомнили все От убийства солдатом российской военной базы Валерием Пербяковым Семьи Аветисян-Гюмри До проволочки с поставками Обещанного Армении оружия Последняя история особо уязвила армян Поскольку в очередной раз Обнажила их комплекс неполноценности В июне 2015 года В Ереване был подписан договор О предоставлении правительству Армении Государственного экспортного кредита По которому армянская сторона Приобретет у России оружие И военную технику На 200 миллионов долларов Выплачивая кредит В течение 10 лет Парламент Армении Ратифицировал документ Уже спустя несколько дней После подписания Однако российские законодатели Не спешили с аналогичной процедурой В итоге договор был утвержден И вступил в силу Лишь в феврале 2016 года А сами поставки оружия По контракту Начались только спустя Несколько месяцев Так или иначе Москва идет Навстречу Еревану Во многих вопросах Двустороннего сотрудничества Вот только в Армении Это почему-то не ценят Армяне по всему миру Периодически проводят Акции протеста Возле российских посольств Без малейшего зазрения совести Они открыто демонстрируют Свою истинную Предательскую сущность По отношению к русскому народу Топтать и сжигать флаг Своих союзников Стало для них обычным делом Такова армянская благодарность Государству За счет которого Сегодня худо-бедно Но все же существует Армения Армения существует Благодаря России Тем вливанием Которые Россия Производят в Армении Армянская экономика Держится на плаву Знаете, что Более 90% Экономики Армении Находится под контролем Российского капитала Это банковский сектор Это сектор телекоммуникации Сектор энергетики И Россия активно Производит инвестиции В этот сектор Армения никогда не отличалась Умением быть благодарной И находила все новые поводы Для обвинений В адрес России В Ереване не скрывали раздражения По поводу успешного Военно-технического сотрудничества Москвы с Баку На претензии Армении По данному вопросу Российские официальные лица Хладнокровно отвечали Что Москва заинтересована В поставках вооружения Баку Поскольку азербайджанская сторона Зарекомендовала себя Как надежный Платежеспособный партнер Такая постановка вопроса Лишь усилила Антироссийские настроения В Армении В Москве твердо дали понять Что в отношениях с Баку Не намерены принимать Во внимание мнение Еревана Серьезный удар По взаимоотношениям Армении с Россией Нанесла и история С возведением в центре Армянской столицы Памятника нацистскому Приспешнику Гаригинон Жде Монумент был открыт 28 мая 2016 года В центре армянской столицы В праздничном мероприятии Участвовало высшее руководство страны И это при том Что имеются неопровержимые Исторические свидетельства того Что во время Второй мировой войны Гаригин Жде Сколотил из пленных армян Красноармейцев Отряды в составе вермахта Став членом учрежденного немцами Армянского национального совета Он возглавил созданные в Германии Армянские вооруженные формирования Которые принимали активное участие В операциях по захвату Крыма И наступление на Кавказ В создании армянского легиона СС Гаригинон Жде Помогал Драстамат Канаян Известный как генерал Дро На призыв генерала Дро Присоединиться к гитлеровским нацистам Откликнулось около 30 тысяч армян В России позорный акт Воспевания нацистских пособников Был встречен с большим негодованием Так депутат Госдумы Максим Шингаркин Обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову С просьбой применить дипломатические меры В отношении Еревана И напомнить армянскому руководству О недопустимости героизации Приспешников нацистов По словам Шингаркина Последствия заигрывания с радикальным национализмом Могут оказаться очень серьезными В свою очередь Директор Института политических исследований Член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков отметил Что не понимает желания армянского руководства Поставить свою страну в один ряд с теми Кто прославляет нацистских преступников В России те, кто узнает Очень негативно восприняли установку Павельника Гаррегину Нижде Поскольку у нас вообще Подвиг Великой Отечественной войне Он воспринимается как Абсолютный и главный символ Сегодняшнего дня То, что придает нам силу Во многом смысл существования Нашего народа В истории Победа над нацистским злом Это, в общем-то, главное добро Сделанное нашими народами В 20 веке И поэтому у нас очень негативно Относится к установлению Любых памятных знаков В адрес пособников Адольфа Гитлера И нацистских преступников Открытие памятника НЖД В Ереване осудила и официальный Представитель МИД России Мария Захарова Выразившая недоумение Подобными действиями армянских властей Таким образом вопрос Приобрел ярко выраженную Политическую окраску История вокруг памятника НЖД Сопровождалась повальной Антироссийской истерией В армянском обществе Рано или поздно Это должно было вылиться Во что-то более экстремальное Нежели пикеты У российского посольства в Ереване И скандирование Оскорбительных лозунгов Так оно и случилось 17 июля 2016 года Вооруженная группировка Захватила полицейский участок В центре Еревана И на протяжении двух недель Удерживала там нескольких заложников После долгих переговоров Террористы сложили оружие И сдались властям Однако жертв избежать не удалось Погибли трое полицейских Включая одного полковника Свои действия группировка Назвала не иначе Как народно-освободительным восстанием Против колониального гнета России Террористы требовали вывода 102-й Российской военной базы Из Гюмри И выхода Армении Из ОДКБ И Евразийского экономического союза По их мнению Эти шаги Вкупе с отставкой Действующих властей Положат начало Избавлению от российской Военной экономической И моральной экспансии Примечательно Что захват полицейского участка Сопровождался Массовыми антиправительственными Акциями протеста В ходе которых Вновь звучали лозунги Против России Армянское общество В принципе обозначило Свою позицию Относительно взаимоотношений Еревана и Москвы И эта тенденция С каждым днем Обретает все более Устойчивый характер Причина распространения Антироссийских настроений В армянском обществе На Евразийский экономический союз И организацию договора О коллективной безопасности Вполне объяснима Как известно В обеих этих Постсоветских организациях Тон задает Россия И армяне склонны Видеть руку Москвы В любом негативе Так или иначе Связанном с ЕАЭС И ОДКБ А негатива для Армении Тут предостаточно Участие в этих организациях Армении ничего хорошего Не принесло Еще одним болезненным ударом По самолюбию армян Стала выдержанная позиция Партнеров Еревана По ОДКБ Относительно Нагорно-Карабахского конфликта Подчеркнутая Как во время Так и после апрельских событий Основную обиду По этому поводу Армения Конечно же Держит на Россию Действующий генеральный секретарь ОДКБ Российский генерал Николай Бордюжа Неоднократно заявлял Что организации Не намерены вмешиваться В Нагорно-Карабахский конфликт В ОДКБ Подчеркивают Что армяно-азербайджанский конфликт Должен быть урегулирован Мирным путем В рамках норм И принципов Международного права В случае обострения ситуации В Нагорном Карабахе Ереван часто кивает на то Что Россия, Белоруссия Другие страны ОДКБ Должны Армению защищать Конечно должны В том плане Что если Войска иностранного государства Например Азербайджана Вторгнутся на Суверенную Признаваемую Всеми Территорию Армении То конечно Россия вмешается Но ведь об этом-то речи не идет Потому что конфликт В Нагорном Карабахе Это конфликт На территории Азербайджана В самой Армении Ничего не угрожает Соответственно И Россия И Белоруссия Как это и было в апреле Заявят Что они к этому конфликту Не имеют никакого отношения Но готовы выступить Гарантами мирных переговоров Еще одним ударом Еревана от ОДКБ Стал октябрьский саммит Этой организации Состоявшийся в столице Армении Заседание Совета коллективной безопасности Блока Запомнилось внесением Неожиданных корректив В повестку мероприятия С повестки саммита Были сняты вопросы Имеющие непосредственное отношение К Армении Никакого отдельного заявления По карабахской проблематике На ереванском саммите ОДКБ Принято не было Кроме того Ожидалось Что на саммите в Ереване Будет объявлено Имя нового генерального секретаря ОДКБ Которым по ротации Должен стать представитель Армении При всей формальности Этой должности Данный факт Все же тешил самолюбие армян Но с повестки заседания Главгосударств Был неожиданно снят и этот вопрос Впоследствии Кандидат от Армении Не был назначен И на декабрьском саммите организации Рассмотрение вопроса Перенесли на апрель 2017 года В Армении Словно предчувствовали Что октябрьский саммит ОДКБ Обернется таким оглушительным провалом Так В день приезда президента России На саммит на здании Строящейся в Ереване Академии ОДКБ и ЕАЭС Был вывешен оскорбительный плакат С надписью Путин убирайся вон из Армении В день проведения саммита ОДКБ Было сделано еще одно Неприятное для армян заявление Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул Что Турция может сыграть позитивную роль В урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта Эти слова вызвали очередной шквал Антироссийской истерии в Армении Известно, что Ереван против участия Анкары В урегулировании карабахской проблемы Более того, заявление российского дипломата Мягко говоря, разочаровало Армению Потому что Лавров связал перспективу Нормализации армяно-турецких отношений Непосредственно с урегулированием Армяно-Азербайджанского конфликта Если вдруг Армения и Турция вернутся К выполнению своих договоренностей Без связи с карабахским конфликтом Мы будем только рады Но наше ощущение, что прогресс В карабахском урегулировании Будет ключевым для того, чтобы Армяно-турецкие отношения нормализовали Ереван такой ход событий не устраивает Как известно, Турция с 1993 года Держит свою границу с Арменией на замке И не поддерживает дипломатических отношений С этой страной из-за оккупации Армянскими ВС азербайджанских территорий У меня всегда было против чего-то У них какие-то исторические обиды Почему так произошло? Ну, оставим Почему так произошло, что появилась Взаимная ненависть такая Ну, оставим эти домыслы историкам Сейчас ситуация совсем другая Мир поменялся И нужно находить консенсусы Временным утешением для Армении На фоне провального ереванского саммита УДКБ стали предоставленные Москвой и Еревана оперативно-тактические Ракетные комплексы Искандер Новое вооружение продемонстрировали На военном параде в честь 25-летия независимости Армении Показом Искандеров Армянские власти преследовали две цели Немного успокоить свой народ После апрельского поражения А также убедить население Что Россия остается верным другом Армении Таким образом, в этой республике Решили снизить накал антироссийских настроений Которые между тем набирали Все большие обороты Символично, что именно в день проведения Военного парада в Ереване прошла акция протеста Группы гражданских активистов Возмущенных тем, что в этом самом мероприятии Участвовали российские военные По мнению многих экспертов, включая армянских Армения, утверждавшая, что показанные На параде Искандеры всецело принадлежат ей В действительности не может распоряжаться Ими по собственному усмотрению И контроль над ракетными комплексами Осуществляет Россия Эти принципиальные подробности, разумеется, еще больше Усилили антироссийские настроения в Армении Об этом говорят и результаты опросов Центра интеграционных Исследований Евразийского банка развития За 2016 год в Армении Произошел существенный спад восприятия России В качестве дружественной страны Так, этот показатель упал с 86% в 2015 году До 69% в 2016 Учитывая же тот факт, что Россия взяла курс На развитие политического, экономического И военно-технического сотрудничества с Азербайджаном И Турцией, есть все основания предполагать Что в дальнейшем антироссийская истерия в Армении Будет только разрастаться Азербайджан 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 Продолжение следует...